Виктор Николаевич Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины и заместитель председателя службы в 2014-2015 годах, директор агентства реформирования сектора безопасности. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Да, доброе утро. Ну, профессиональные разведчики говорят очень лаконично. Вот Юсов то, что сказал, это, можно сказать, просто официальное сообщение. Что бы Вы сказали по поводу того, насколько сложно осуществлять подобные операции? Ну, понятное дело, что чрезвычайно сложно, потому что мы не имеем возможности вывода в акватории Черного моря больших кораблей, которые мы могли бы доставить десант. И посмотрите плечо, ближайшая точка, откуда мы можем выпустить наши корабли, это, наверное, все-таки Очаков. И посмотрите, какое расстояние от Очакова и до Тарханкута. Тем более, что лодки шли по серьезной волне, это с моря, а не какой-нибудь озеро-речка. И, понятное дело, что запас хода должен был быть определенный, и отход должен был быть подготовленный. Поэтому это очень серьезная операция, которая готова с ни один день. Можно ли считать, что это только начало? И подобные операции мы будем встречать еще много и много в ближайшее время? Я думаю, да. Просто это такая демонстрация присутствия на полуострове, не только с помощью беспилотников, но и вот такие точечные операции. Это раз. Во-треть, мы в очередной раз убедились, что все, что находится в тылу, оно дырявое, не в состоянии охраняться. И то, что там рассказывают про какие-то там окопы, закопанную артиллерию, широкомасштабную оборону побережья. Все это так, рассказы. Кто был на Тарханкуте, знает, насколько сложно там подойти и насколько там сложный рельеф, чтобы вообще выйти на берег. Но ребята смогли, продемонстрировали свою успешную работу, уничтожили подразделение радиоразведки, радиоэлектронной борьбы. И это произошло на следующий день после уничтожения там же, в этом районе, радиолокационной станции, которая входит в состав комплекса С-400 Триумф. Поэтому все это в комплексе говорит о том, что мы фактически обезглавили возможности противовоздушной обороны противника на этом направлении. Вот как раз Кирилл Буданов об этом говорит, приведем его слова. Украинские военные могут достать и поразить любую точку во временно оккупированном Крыму для уничтожения противника. Об этом сообщил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью радио «Свобода». Он отметил, что для деоккупации полуострова есть много разных вариантов, но без военных действий не обойтись. Мы способны поразить любую часть временно оккупированной автономной республики Крым по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достать противника. Те, кто натворил глупости, им лучше уехать, а тем, кто ждет, нужно готовиться и делать и все для помощи прежде всего разведывательным органам. Ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того, чтобы это произошло просто быстрее и наиболее бескровно, как это только можно будет сделать. Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Минобороны Украины в интервью радио «Свобода». Вот вы сказали, Виктор Николаевич, о том, что тылы не такие крепкие у россиян. Вот как это можно объяснить, если Крым для них такой форпост, идеологический, пропагандистский. И мне казалось, что и спецслужбистский форпост. Уж там-то контрразведка и тот же самое ГРУ должны держать каждый сантиметр аннексированной украденной земли. Почему так? Почему не держат? Тяжело сказать. Во-первых, все-таки основная масса тех, которые там называют себя контрразведчиками, это бывшие предатели с Украины. И они как не могли работать при Украине и попытались перейти в Россию, так, наверное, и демонстрируют свое неумение работать и при России. А работать на износ, по-моему, это не в интересах сейчас ни бывших предателей, ни тех, которые там сейчас находятся от России. Что на самом деле происходит? Но это не только в Крыму. Вы посмотрите, что происходило на границе Белгородской и Курской областей, когда туда заходили российские подразделения, которые воюют на стороне Украины. Я всегда привожу один очень яркий пример. Тогда для того, чтобы прикрывать границу, Россия была вынуждена перекинуть 300 курсантов с одного из пограничных училищ. 300 курсантов. То есть даже граница, по большому счету, пограничниками не прикрыта. У них нет возможности закрыть все бреши, которые есть в Вишней Дырявой обороне. Это при этом, надо понимать, что это касается не только Крыма, но это касается и всей России. Мы четко помним, как еще до вступления Финляндии официально в НАТО, большая часть подразделений, которые были расположены на границе с Финляндией, были перекинуты к границе с Украиной. Потому что фактически граница Финляндии с Россией открыта. Кровью пограничников некому ее защищать. Поэтому, рассказывая какие-то истории о том, что мы готовы обороняться по периметру России, надо понимать, что этого периметра просто не существует. Если они не могут обеспечить безопасность в Крыму, который действительно для них какой-то, не знаю, сакральный, куда они накачали огромное количество личного состава и вооружения, и который фактически является тыловым подразделением военных действий на территории Украины, и происходят вот такие вещи, то, понятное дело, что не все так просто в их военном ведомстве. Еще одно такое событие, важное и символическое. Украина в аннексированном Крыму ликвидировала визитную карточку российских средств ПВО, ракетный комплекс С-400, то, о чем вы говорили. Об этом заявил представитель главного управления разведки, Минобороны Андрей Юсов. По его данным, в России сейчас нет места, где можно чувствовать себя спокойно. Ряд инцидентов идут один за другим на разных направлениях. Это очень хороший сигнал, который показывает самим россиянам, к чему приводит геноцидная война против мирных соседей. Есть информация о ликвидации личного состава. Комплекс С-400 – это не одна единица техники. Все, что находилось вокруг, либо уничтожено, либо поражено. Самих по себе комплексов С-400 у россиян немного, потому что это одна из последних разработок. Это одно из самых современных их средств противовоздушной обороны. Сегодня действительно состоялся триумф, но не для оккупантов. Это триумф для украинцев, которые приближают освобождение Крыма. Андрей Юсов – представитель главного управления разведки Минобороны Украины в эфире марафона «Едыни новины». Виктор Николаевич, если там, скажем, меньше лирики, а вот исключительно технически и тактически, что нам дает уничтожение этого комплекса в Крыму? Посмотрите, это была крайняя точка, по которой они могли обеспечивать прикрытие Крыма с воздуха, воздушное пространство над Крымом. Перед этим такую же позицию занимал крейсер «Москва» возле Змеи. Когда мы уничтожили крейсер «Москва», который был оборудован приблизительно такими же системами, ну, не С-400, а С-300, только морского базирования, и фактически выполнял свою роль противовоздушной обороны, не позволяя украинским самолетам приближаться к Змеиному, к Крыму, то после этого крайняя точка — это вот остался мыс Тарханкут. На мысе Тарханкут была стационарно размещена система С-400 «Триумф». Она действительно состоит из нескольких машин. Это и радиолокационная станция, это и система радиоэлектронной борьбы, это и сама установка по запуску ракет, это и установка, которая заряжает сам «Триумф». То есть это такой комплекс целый. Он не стоит на одном месте, там раскидано было. Но если верить сообщениям прессы о том, что сама радиолокационная система была уничтожена не просто, каким-то там, не знаю, беспилотником, а была уничтожена именно украинской ракетой «Нептун», которая переоборудована с земля-моря на земля-земля, это тоже уникальная вещь. Теперь мы можем точно сказать, что мы имеем возможность на таком расстоянии уничтожать объекты нашими ракетами на земле. И причем не просто уничтожать, а «Нептун» обошел все эти системы РЭП и системы оповещения и уничтожил именно то, что должно было его выявить. Кстати, это показывает еще одну огромную проблему российских войск. Отсутствие систем ближней защиты ППО. Ну, то есть, грубо говоря, вот эти панцири, панцири-С, которые они поразмещали там на крышах в Москве, они должны были быть не в Москве, а прикрывать на ближних подступах вот те же триумфа. И это говорит про концептуальную проблему с противовоздушной обороной России. Они могут где-то на дальних подступах отфиксировать большой самолет и уничтожить его в воздухе. Ну, как они продемонстрировали, наверное, с самолетом Пригожина. А уничтожить крылатую ракету, которая летит на низких высотах, они не могут. Виктор Николаевич, и последний вопрос такой именно к вам, как к специалисту. Понятно, что есть успешные операции, есть неуспешные спецоперации. А вообще зачем разведка сообщает о своих спецоперациях? Это зачем делается? Ну, во-первых, это один из элементов информационно-психологического противостояния. То есть мы таким образом действительно демонстрируем вору в своем присутствии. И показываем, что мы можем. И у нас успешные операции, и мы не скрываем этого. Есть вещи, которые можно не раскрывать. То есть как готовилось, какие были средства, сколько было людей задействовано в тех или других операциях. Но то, что это наша операция, и что мы можем это повторить, почему бы и нет. А если говорить, вот помните, как контрнаступ, как все ждали, что в час икс, в такую-то минуту начнется. И мы видели, как наступление украинское начиналось постепенно, на разных участках. Можно ли сказать, что началось освобождение Крыма? Ну, оно, наверное, психологически началось давно. Это еще в прошлом году, когда первые бесплотники прилетели туда, и была уничтожена часть самолетов на Новофедоровке, в Восвесар. После этого уже точно было показано, а я уже не говорю про взрыв на Крымском мосту. Поэтому это все демонстрация того, что мы про них не забыли, про тех крымчан, которые нас ждут. И что Крым будет точно освобожден. С нами на связи был Виктор Николаевич Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, зам предслужбы в 2014-2015 годах, а ныне директор агентства реформирования сектора безопасности.